День добрый, друзья мои. Мы сегодня находимся на строительной площадке. Эта площадка мне очень нравится. Она такая красивая, что я бы здесь остался сам навсегда, но боюсь, что меня сейчас отсюда выгонят. Каски не выдают здесь. Каски не выдают. А вы работаете без касок? Да. Это плохо, технику безопасную соблюдать. Друзья мои, я нахожусь на объекте. Как вы видите, это квартира. Это замечательная квартира с замечательным современным ремонтом. Находимся в городе Санкт-Петербурге, где работают мои друзья. Сергей не захотел в кадр идти, скромничает, а Игоря я заставил. Данный объект еще не до конца сделан. Я, к сожалению, не могу снять эту квартиру, когда ребята все тут уже доведут до полной красоты. Но посмотреть на эту квартиру, пусть еще с инструментом валяющим на полу, с кроватями недособранными и так далее и тому подобного, мы уже можем. Осталось тут чуть-чуть навести лоск. Просто у меня не получается приехать в тот день, когда здесь будет красота красотищей. Но посмотреть мы эту квартиру можем. Мы можем попытать Игоря, чтобы он нам рассказал, что такое современный ремонт. Я хочу отдельно, чтобы ты нам рассказал по поводу сантехники, вентиляции, систем инженерной подготовки, которая очень мне интересна. Ваше слово, товарищ Маузер. Что сказать? Что сказать, да? Я хотел вставить слова, когда ты там говорил, речь толкал, а сейчас я уже не знаю, что сказать. Надо ходить и смотреть по каждой позиции. Где мы сейчас находим? Что такое современный ремонт? Современный ремонт, это геморрой для строителей. Ну и для заказчика тоже, потому что пока они дождутся своего ремонта, не ровно будет. Сколько времени вы ремонтируете квартиру? Мы ее неизначально делали, и ушло у нас много времени на многие переделки. И ушло, но мы восемь месяцев. Восемь месяцев вы делали ремонт, скольки комнатные квартиры? Планировали на пяти. Ну, скольки комнат, так не сказать, однокомнатные. Однокомнатные, да? Сколько квадратов? Ну, примерно 110. 110 квадратов, однокомнатная, небольшая студия. Ну, для двух человек, для проживания. Понятно. Ну, студия классная, я походил. Не, ну, тут есть просто кабинет рабочий, много гардеробных комнат, парочку, да, и просто большой зал, ну, я не знаю, это комнаты можно считать. Вот где мы находимся, это кухня за мной и... И столовая. И камера, да, столовая. То есть, вот это вот большое, такое длинное помещение с этим большим количеством окон, это у нас получается кухня-столовая, ну, и все, получается. Ну, да, ну, это как бы помещение, где люди могут придти, посидеть, а там уже спальня, где хозяева уже отдыхают, а здесь для гостей. Правильно, так, по большому счету, мы проводим больше всего времени в нашей жизни, это на кухне, просто кухня у всех бывает разная, у меня она меньше, раз в десять, вот, а здесь получается классно. Тебя видел все время в комнате. Да? Понятно. На кухне женщины стало больше времени. Первое, когда готовят, а раз, когда в холодильник. Так, вы давайте, не про меня, а по теме вопросов. Смотри, тут у нас кухня, да? Вот это что такое за тумба стоит? Остров, так называемый. Почему остров? Не знаю, как называется. Ну, просто здесь много полочек, тумбочек, можно здесь готовить удобно. То есть, это стол для готовки, да? Ну, наверное, можно и чай пить, ну, не очень удобно, рядом есть столик. Ну, в некоторых квартирах, где вот нет возможности стола поставить, ну, вот, и, как, типа, ролик барной стойки выполняет. Ну, там ноги, ноги некуда убрать. Это уже надо больше, наверное, дизайнера пытать вот здесь придумывать. Изначально дизайн делали, продумывали ленивые, естественно. Ну, естественно, есть дизайнер, который это все продумывает, если так можно в данной партии сказать. Угу. С дизайнером тяжело работать, поэтому... Дизайнерам тяжело работать со строителем, строителям тяжело работать с дизайнером, с дизайнером, а заказчику тяжело с вами всеми. С заказчику? Ну, с заказчику, да. Ну, не с нами, а больше с дизайнером. Да? Ну, мы, как бы, смотрим варианты, чтобы было людям удобно жить, ну, практическая сторона наша. А дизайнера – красота. Ну, это тяжело дизайнера переубедить, потому что заказчикам кажется, что если есть дизайнер, то, значит, она все за них решит. И они только приедут, будут жить. А дизайнер – это художник? Ну, да. По большому счету. Дизайнер, как захочет, нарисует, а когда у людей деньги заканчиваются, то они понимают, что дизайнер перестарался с их финансами. Да? Ну, тут, похоже, все нормально с финансами, глядя на красоту. Ну, они у всех заканчиваются. У всех заканчиваются, да? Я понял. Я думал, только у меня одного. Я думал, это да, это из-за нас, это, оказывается, не из-за нас, это из-за дизайнеров. А, а вот кто виноват в тратах хозяев квартир, дизайнеры виноваты? Ну, нет, просто когда любой человек, если мне денег больше или меньше, он сначала начинает планировать свой ремонт, да, ему кажется, что немного денег, ну, неважно, ну, для каждого своя сумма. У каждого своя сумма, да, да, да. А когда уже под конец, уже все деньги потрачены, уже понимаю, что где-то немножко можно было сэкономить, но пути назад нет. Мебель, конечно, не мы не делаем. Мебель занимается мебельщики. В данном случае есть у нас человек знакомый, который досконально обсудит с вами проект, который нужно конкретно клиенту и уже придет к какому-то логическому решению. Он по Питеру работает, да? Да, да, да. Вы работаете вообще в Питер, Ленобласть, да? Да, можем в Мадагаскаре, если там денег хватит. Если будут оплачивать, да? Я понял. Да, друзья, сразу вам говорю, я с Игорем не просто так вот тут вот пришел. Я с ним знаком сколько лет уже? Тридцать? Двадцать пять? Ну, ты пожилой-то. Какая разница, соврешь примерно плюс-минус. Плюс-минус. Короче, мы вместе служили с Игорем в армии. Одно время я с ним немножко работал, помогал ему. Завтра у нас второе августа, и мы идем на день велосипедных десантных войск. Всех десантников поздравляем с ним. У меня десантура тоже смотрит. Продолжаем. Короче, вы мебель сами не делаете, вам ее делают на заказ ваши друзья-коллеги, да? Я вам просто скажу, как здесь обыграли. В данной квартире отопление собственное. Котел стоит в квартире. Одноконтурный. Вот. И отопление здесь есть где-то теплые полы, где-то конвекторные. Конвекторы встроены в полу. То есть, камеру направишь вниз, и пока. Что это конвектор? Что он из себя представляет? Ну, радиатор в полу, скажем так. Это радиатор водяного отопления? Нет, это радиатор. Ну, это водяного и контур, да. Ну, это батарея в полу. Ну, там батарея с теплоносителем жидкостная. Жидкостная. Ну, да, да, да. Ну, вот есть теплые полы также частичные, ну, где плитка. Ага. Здесь находится котел. Просто это все дело пришлось прятать и хранить. Это котел, который... Одноконтурный, который греет воду и отопление в квартире. Он двухконтурный, да? Одноконтурный. Одноконтурный? Здесь есть свой бак косвенного нагрева, в котором нагревается вода. И он нагревает. В общем... Так, поподробнее. Зачем столько труб? Зачем столько труб, по-моему-то. Расскажи. На топление пришло-ушло. И на бойлер косвенного нагрева, он горячий, 60 градусов по кастуру. Угу. Тоже пришло-ушло. Крутится через бойлер. Там в бойлере свой тен водяной. И она... Вода бегает и нагревает. Объем 200 литров в данном случае. Вот у косвенного бака этого, да? Да. В чем лучше? Потому что в двухконтурном котле там трубочка тоненькая. По-моему, 12 или 15 миллиметров. И, скажем так, он на один потребитель. Когда вы открываете воду какого-нибудь одного смесителя, то вам только хватает нагреть воду. Это если нету косвенного бака, то меньше. Да, если двухконтурный котел, как у тебя дом. Как у меня вот обычный. Да. Угу. Но там еще есть нюансы, как мы узнали от давления газа. В данном случае котел 24 ватта, киловатта. 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 Вот. Ну, тут приходили, настраивались это дело и сказали, что давление газа меньше, чем надо. И, в общем, он только на 18 киловатт выдает. Ну, на данную квартиру хватит, но вот есть, оказывается, такой нюанс. То есть надо учитывать, когда покупаете котел, какое у вас давление газа. Потому что ты мощнее не копию. Даже если поставим 30 киловатт, все равно бы у тебя было 18. Это газ уже тут надо. Или там может счетчик забит. Но это надо уже с газовщиками разбираться. Тут уже регулятор давление. Как он? Манометр не поставишь на газ, не узнаешь, какое другое. Это уже надо с газовщиками этот вопрос решать. Не могу сказать, как я столкнулся с таким. Угу. Вот. И поэтому вода не сильно нагревалась. Может быть тот котел, который здесь был, он был не очень острым. Правильно может. Мы не знаем. Мы пришли сюда в ремонт, когда здесь частично уже что-то было сделано. То есть вы пришли, тут ремонт был начат и... Ну, котел был в комплекте уже к этому дому, когда люди купили квартиру. А, то есть он шел с котелом. Да, но мы котел поменяли другой. Поставили лучше. Потому что появилась проблема. Ну, в принципе, то же самое, только тот был двух контур, но этот на конкур. Понятно. Это я понял. Там внизу коллектор теплых полов, но я боюсь, что его не увидим. А, ну вот если там... Да, слушай, коллектор-то... Коллектор-то... Крутой. Расскажи, просто он готовый. Готовый в каком плане? Ну, что здесь уже и насос стоит, и... Это вы собирали коллектор? Нет, он здесь был. Но это готово. Вот это коллектор, он коллекторная группа, он целиком готовый. Продается в таком виде, да? Там ничего такого нету. Просто готовый, берешь, покупаешь. Там насос... Он просто, почему готовый, удобно брать его, потому что он, ну, более компактный. Если ты будешь сам, отдельно насос стоит, ну, немножко больше времени, место займет. Я понял. Это на теплые полы. А нормально ли людям будет доступ туда, к этому коллектору? Им туда не нужен доступ. Не нужен, да? То есть им, в принципе, там ничего обслуживать, ничего не нужно. Вот тут легко это все снимается, тут довочки все блюмовские стоят. Вот видишь, я нам снять ты не хотел, чтобы мы нормально могли видео снять. То есть вот, вот как показать людям, можешь, а нам нет. Вот. Сразу скажу, не делайте пластика. Ну-ка, ну-ка, еще раз. Ну вот этот пластик. Какой пластик? Паять, который вот под пайку. Вот этот красный? Нет, белый. Белый? Да. Ну, не используйте такой пластик. Не используйте пластик вообще по жизни или нет? По жизни. По жизни, да? Почему? Ну, хранить нежелательно, да много где. Ну, потому что очень много нареканий. Вы, Дима, канал больше смотрите. А я смотрю каналы, где люди рассказывают проблемы этого пластика. Если даже их покупаете, где-то пластик надо, берите самую дорогую. Есть там такая труба с алюминиевым слоем внутри. Ага. Она типа похожа на металл пластик, но она пластик под пайку. А мне нравится так удобно, я буду делать себе курятник с ними. Ну, курятник можете. Ну, когда ты делаешь хорошую квартиру, не дай бы тебе что-то протечет, ты понимаешь сам на какие деньги потом попадешь. А что лучше? Ну, есть поперечный шитый полиэтилен. Самый лучший. Самый лучший поперечный шитый полиэтилен для водоснабжения в квартире. Ну, они разные есть, да. Есть труба рихао. Она с покрытием уже идет, если вам где-то открыты участки надо. Ага. Ну, понятно, что она дорогая, но зато вы для себя любимого это делаете. Курятнику пойдет, понятно, пластик. Я курятник тоже для любимых кур делаю. Да, да, бери серый пластик покупай. Да? Да, он получше будет. Он дорогой? Нет, не намного. Ясно. То есть, если брать пластик, серый. Это у нас микроволновка, я думаю, все догадались. Микроволновка, это хорошо. С доводчиками все есть. Ну, это понятно. Так, что это вы тут делаете? Ну, здесь типа место мусорки, но пока мусорки нет. Это у нас, соответственно, кухня, раковина, система водоподготовки, да, питьевой воды. У нас в данной квартире уже подготовлена вода, мы потом покажем. вот, а здесь уже стоит чисто на питьевую еще. То есть, это дополнительно очистка? Да, но здесь жёсткая вода в данном регионе. И стоит оборотный осмос. У нас вот эти вот три колбы. Здесь вообще шесть получается. Шесть. Шесть. Поподробнее. Можно по каждому это делать? Ну, вот я тебе не расскажу по начинке там, потому что этим мы занимаемся. Вот. вот. Ну, просто скажу, что здесь есть кочеражные картриджи стоят, плюс обратный осмос, который там мемчивает мембрану туда и туда. и также есть минерализатор. Здесь минерализатор мы поменяли, и там более современный там человек, который занимается поставлением, отдельно эту колбу выпросил у поставщиков. И вот тут, короче, я так понимаю, это как раз вот минерализация за ним, да? Ну, ресивер этот бак накопитель, потому что иначе медленно собирается вода. А, то есть, из фильтра идет в бак накопитель, ресивер, а уже из ресиверного снабжения, что выставляет, так скажем, нормальное давление было, да? Да. Посвящена посудомойка здесь. Ну, а что это ресивер, где жёлтая трубка? Ну, они все трубки. Вот она идет туда. Такие тоненькие трубочки на влагоснабжение? Я сейчас покажу. Ну, там стоит у нас калитров на заднем плане, если нет. Не вижу. Вот там. Ну, подключение, просто там включаются смесители, вода и посудомойника вообще. Понятно. Ну, больше человек захотелся сюда запихать, а запихал. Мусорка не посетилась. Вот. Вот смотри, я перекрываю в барху тут. Весивер. Ага. И вот открой, прям. Открывай. И вот так вот, устанете не убирать. Это вот когда идет без весивера. Весивер и вот, представь, тебе надо набрать кастрюлю воды. Это печально. Для этого стоит ресивером. А если с ресивером? А если с ресивером? Весивер там побыстрее сейчас, конечно. Нет, с ресивером быстрее, там пока в ресивере вода лезет. А, ну, то есть нормальная струя. Да. Тут получается вот это слева, это через обратного осмоса, вода очищенная слева. А это просто, которая... Ну, это такой смеситель. Смерть в двумя режимами. Там вот какой-то, 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 какой-то. Ваня. Да. Я поставил больше дизайна. Меня и переключать. Я думал, тебе не очень нравится, да? Не, ну, да у нас куча доходит. Там у нас холодильник. Ну, тут стройник, амель, соответственно. Да, вот холодильник. Ага. Ну, просто хотели меньше перемычек. Каким-то тут все вместе. Меньше перемычек каких? Ну, вот здесь, видишь, над холодильником есть пустота такая. Да. Обычно делается шкафчик, делается наверху. Ага. В холодильнике открывать. Ну, здесь не хотели. Чтобы одна дверка была. Поменьше, да. Ну, уже дизайнерские шельмы. Ой, как прикольно. А обратно как? Обратно тут есть там. В случае, это не напоминает багажник для моей машины? Ну, у нее тоже внутри, звучит. Ну, на фирменной, короче, на фирменной технике. Там есть доводчики с электроприводом. Электроприводом? Ну, мне сказали, что я тоже можно поставить. Ну, просто каждый доводчик по 40 тысяч. 40 тысяч и закрыть обратно вверх? Сама. Ну, она ее поднимает, да. Ага, я понял. Там просто нажимаешь, она поехала вверх. Так, это у вас там вытяжка видно, да? Тут у нас вытяжка, там у нас коаксиальная труба. Вот видно немного. Что за коаксиальная труба? Я бы не знал. Ты рассказывай людям. Ну, дымоход. Дымоход для печки. Ты рассказывай, труба в трубе по одной поступает в воздух. Чистый, а потом уходит грязный. Да, отбирайте в ютубе что-то, как вся эта труба. Понятно. Нафига тебе пришел, что ты людям рекомендуешь себе? Вот. Ну, можно нажать. Да, да, да. Ну, руки тоже сейчас такие есть. Ну, удобно, что он встроен. Ну что, все на доводчике есть такие бутылочницы. Вау! Вон, бутылочница в жизни, это самое важное. Ну, где есть, даже можно икру положить. Но дело в том, что в Блюмовской нет бутылочницы. Что значит Блюмовская? Есть фурнитура фирмы Блюм. Сейчас тебе. О, конечно, написано. Блюма. Вот, это считается хорошей фурнитурой. Вот, на бутылочнице нет такой фурнитуры, поэтому... Чудо наш человек мучился и погонял вот такую фурнитуру. Вот, там это для качества. Для качества он очень сходится. Ну, я понимаю, для качества это место. Зачем она кухне теряет. Открывается, не открывается. Ну, здесь тоже получается. С доводчиком все, вот, привычки толкаем. Пойдем дальше. Здесь у нас есть еще... А, ну, еще. Ничего себе. Винный бар. Молодильниковый. Вот это мечта всей моей жизни, но не знаю, сбудется ли она. У меня она в 6 раз больше. А как она открывается? Дорожки тут еще не прикрутили. И это выдвигаются кулочки. Слушай, не знаю. Да, они кулаются бутылочки. Да, да, да. Мы не вникаем, но неинтересно. А вот мне очень... Сам у нас гостевой, так называем. Почему гостевой? Для гостей. А вот для хозяйств есть свой? Свой. Расскажи, пожалуйста, что тут такое. Ну, вот у нас такая кабинка есть. Не будем ее обсуждать. Хорошая и плохая. Почему? Она прикольная какая-то. Не, ну, да, я именно в плане вот двери как бы мне не очень. Мы раньше фирмы готовы покупаем. Есть тут. Это, я бы так сказал, есть фирмы, которые занимаются стеклом. Вот они предлагают такие варианты. Поэтому... Я понял. Мне не очень понравилось. Скажем так, то, что мы раньше готовы фирменные покупали, поинтереснее. Если бы это еще было недорого, вот это вот 20 стекла с этой фигней. Ага. А сколько оно стоит? 108 тысяч. 108 тысяч стекло с механизмом, да? Ну, да, да. Я считаю, что, ну, не стоит того. Ясно. У меня пленочка просто не тянутая. Вот, замечательно. Ну, вариант, да? Вот, вот здесь у нас инсталляция подвесного унитаз. Есть такая вот... Опять же, унитаз. Если мы покупали, мы бы только не купили. Причем? Ну, как бы, ориентируемся на клиента, да? Это называется ободковый унитаз. У нас есть без ободкового. Я понял. Я понял. И мы бы советуем людям получше, если есть возможность. Ну, сейчас под ободком живут микробы. Мне бы телевизору постоянно показывают их. Вот. Есть бедетта здесь. Как она работает? Кто? Бедетта. Что значит бедетта? Ну, есть беде, а есть бедетта. Так. Беде – это там, где ты садишься, и мы потом покажем. Ты лично на себе покажешь? Хорошо. Ты сказал, что порно снимаешь? Я это сказал за камерой. Ясно. Так. А это палочка вытирация? Это души, это бумага держа. Так. Вот. Там музыка про Сереги. Ну. Вот. Это у нас называется бедетта. Души гигиенические, проще говоря. Когда есть у вас рядом раковина, ну, сидя на горшке. На бидете. На горшке. Да. В данном случае не беде, а унитаз. Сидишь на… И беде не поставить, ставится бедетта. Если вам не дотянуться… И чтобы бедетта работала, должен быть рядом раковины. У некоторых вариантов бывают рядом раковины. Для чего? Ты настраиваешь, открываешь в раковине воду. А. Настраиваешь… А, нет. Чтоб пяточком себе позаду не водить. Чтобы настройки. Здесь есть другая ручка, она с кнопочкой. И потом уже нажимаешь кнопочку здесь, и вода уже не в кране идёт, а уже непосредственно сюда уже подаётся ту, которую ты настроил. В данном случае раковины нет у нас. Так. Построить… А шланг один, да? Вода от нам приходит. Горячий и холодный будешь мыться? Лучше холодный. Голодный. Ну по мне так… Слушай, ну лучше как дожимается, чем когда дожимается. Есть такой смесительный узел, вот он у нас. К нему приходят не горячие и холодные. У меня несколько режимов температуры. Выставляешь, кручишь, ставишь режим температуры. Я там тебе нужен температуру, ну немножко пропустишь, да, и она нужна тебе температура… То есть ты сидя на этом унитазе должен залезть… Ничего не должен. Просто у тебя вот мы выставили один, там будет тебе 35 градусов подаваться и всё. А и на сразу пойдёт такая 35? Ну кусочек там протечёт холодный, например. От узла до… Чуть-чуть пропустишь всё, но не надо нигде настраивать. Просто берёшь… Сразу тёплая вода, которую вы запрограммируете. Да, ну это вот примерно… В данном случае смеситель термостатический, он так же выдаёт нужную температуру, уже тебе не надо регулировать. Я понял. Смешаешь просто там 35, там ну какие-то там есть деления… давление воды и горячий и холодный примерно одинаково. Я понял. Вот если давление холодное маленькое, значит надо ставить повысительный насос. В данном случае ещё мало народу живёт в этом доме, поэтому мы на всякий случай поставили, потому что нужен для системы водоочистки, которую потом мы увидим. Для неё тоже должно быть там не меньше, по-моему, 2,5 килограмм для очистки фильтров. Причём… Понятно. Давай начнём сверху, нам расскажут. Ну, у нас красота… Приходит вода сюда, вот это главное у нас кран, который перекрывается воду. Всего вода на дом, да? Да, и пошёл манометр входной воды. Так, вот он наверх пошёл. Вот у нас входит манометр, это входное давление воды, потом идёт система Нептун, которая закрывает. Что это? Ну вот есть такие датчики, они сейчас уже радиоуправляемые есть такие, вот она. Когда лежит, у тебя налилась вода… Он датчик где лежит, вообще на полу? Где ты считаешь, что у тебя может быть протечка воды? Ага, понял. Контакт идёт, ну, вода замкнула… Я понял. И система Нептун срабатывает, закрывает воду, потому что у вас протечка. Я понял. То есть это блокировка идёт… Воды. Воды. Электромагнитный клапан, в общем, да. Кто там водой пользуется, нам мешает. Серёга? Нет, это обратноосмос. Из-за него насос включается, вот этот жик-жик. Это звук. И вот слышишь, звуковой сигнал, даёт система Нептун. Вот, пищит, если слышно. А почему она пищит? Потому что сработала аварийная система. Я закрыл её. Замкнул контакт. А, ты сейчас её делал? Да. Сейчас я её подключу. Понял. Ну, друзья мои, тут вообще просто космос. Вот для меня это какие-то космические технологии. И я думаю, для большинства моих зрителей так же. Ну, вот я опять нажал открывание. Выбежал систему защиты и опять включил, а сейчас открывается. То есть он продемонстрировал, как работает этот электромагнитный клапан. Система Нептун. Да. Поехали. Дальше первой грязи их, да? Ну да. Грубочистки. Это что там совсем уж крупные. Он здесь был, мы его оставили. Да. Понял. Счётчик идёт. Счётчик это, который? Квартиру. Квартирный за пользование водой. Да. Неужели что, про это тоже над собой рассказывать? Конечно. Дальше идёт насос, повышающий давление. Повышающий давление насос. На 0,8 килограмм. На 0,8 килограмм. То есть здесь давление не очень вам нравилось в системе, да? Ну, во-первых, мы его взяли на всякий случай поставили, потому что ещё в доме никто не живёт. Потом поставить будет проблема. Понятно. Вот сейчас, да. Он работает, ну, по трём режиму, но в данном случае стоит режим, когда ты открываешь воду, и тогда он включается насос. То есть он не постоянно работает? Нет. Сейчас мы выключим. Вот, видите, на нижней стрелочке, если обратить внимание, давление сразу повышается. Вот входящие 2,5 килограмма, а это 3,2. Выключил, нам не слышно. Что ты говоришь? Было входящее? Входящее 2,5 килограмма. Вот обратите внимание на нижний манометр. Сейчас тоже показывает 2,5 в системе. Я, когда воду открою, будет показывать там 3,2. Я чуть-чуть тогда открою. Вот насос включат повышает. Он почти не слышно работает так тихо. Ну, Грюнфос есть Грюнфос. Ну, там вилла, так же, наверное, работает. Понятно. Дальше у нас идет, это бойпас. В общем, вот эти две трубки идут. Вот это, это, это у нас система водоочистки. Вода пошла на водоочистку в помещении соседями и пришла обратно. Но если там что-то случилось, еще что-то, вы можете их всегда перекрыть. И напрямую пустить воду. Да, вот это перекрываешь. А, вот это открываете. Я понял. В общем, так вот. Ставим длинные бабочки, просто удобнее. Они со временем закисают, хотя бы людям не напрягаться. Ну да, то, что маленькие бабочки выглядят красиво, но потом, блин, руки обломаешь, чтобы их повернуть. Данная квартира из двух квартир состоит. Поэтому решили из-за того, что система очистки в другом санузле не ставить, решили туда протянуть вторую трубу. Ну, отсюда подать холодную воду в соседнее помещение. Не соседнее, а соседний санузел. Вот эта труба у нас идет на это соседнее помещение. Это вот про ту трубу, о которой говорил. Вот это хорошая труба, да? Да, да. Здесь у нас на движную муфту идет. Там раздвигает саму трубу, одеваешь фитинг, а потом вот это натягивает. В общем, так вот. А где-то у тебя везде, смотрю, вот эти шланги утеплительные, да? Ну, конденсирует будет, тем более не теплые. Но это холодная труба, она конденсирует может. Просто она хоть и из полиэтилена поперечного шитого, но она все равно может конденсировать, если постоянно там будет душем пользоваться, ванной и так далее. Понятно. Дальше, что у нас? Коллектор пошло там на те части, которые было. Ну, так как мы говорили, что делали не изначально, поэтому коллектор здесь такой скромный. А вы делаете обычно покруче? Мы на каждой точке делаем свою воду. Мало где-то что-то случилось. Смеситель вышестроен, ни на что не влияет. То есть то, что вы тут переделывали, поэтому не все, скажем так, сделано, как вы бы делали изначально? Да, скажем так. Дальше идет у нас группа безопасности. Это сифон такой группы безопасности. И здесь вот сбоку краник есть. Что это такое? И вода пошла. Это подача холодной воды в бак косвенного нагрева. Почему это называется группа безопасности? Потому что там в этом баке вода, когда приходит холодная, она нагревается и выходит горячая. А когда она нагревается, она может лопнуть, она расширяется. Так как она расширяется, но мало ли там что-то из строя выйдет. Ну, я там покажу, там есть мембрана. В общем, эта группа безопасности предохраняет, чтобы не было казусов. Не потекла вода, не лопнула труба или еще что-то. Как она работает? Принцип? Нет, принцип. Она работает на давление, по-моему, на 6 килограмм. Она отрубает, перекрывает воду? Нет, она отравливает воду. Я просто открывать не буду. Вот сюда. Стравливает воду в этот сетон. То есть, если что, излишки сюда стравливаются? Это соединено с канализацией. Но с канализацией соединено у нас через сухой затвор. Потому что здесь она может никогда не сработает. А с канализацией могут запахи идти. Гидрозатвор, сухой затвор для того, чтобы запахи и канализации не шли в помещение. Да. Это водяной затвор считается, это сухой затвор. То есть, вот этот бочочек, если в нем будет вода, будет защищать. Если не будет воды, то тогда будет сухой затвор от запаха. Да. Потому что все в канализацию. Да. И также у нас вот здесь вот стоит сухой затвор. Это с кондиционера. С кондиционера. То есть, с кондиционера вода тоже у вас идет в канализацию? Да. Но она должна идти в канализацию. Или на улице. Ага. Вот. Вот эта вот горячая труба у нас возвращается с бака косвенного нагрева. Ну и там уже она разбегается. Понятно. Это насос циркуляционный. Сделан, ну чтобы вода в дальнем санузле, сразу шла горячая. Ни хай пока надойдет. То есть, он работает постоянно? Да. Циркулирует постоянно. Но его не слышно? Нет, его не слышно. То есть, он все время гоняет воду горячую по кругу, чтобы у вас туалет, который отсюда находится далеко, там кран открыл горячей воды и сразу шла горячая вода. Еще один момент. Если бы изначально сделали, где бы все полотенца сушили, были бы водяные и вот как раз они стояли бы на этой трубе. Через него? То есть, если бы вы изначально делали, вы бы заложили, все равно горячая циркулирует, пусть она хотя бы работает как полотенца сушил. На пользу. В данном случае, уже были сделаны теплые полы, мы не смогли уже трубы протянуть. Я понял. Пришлось. Ну и вообще это все не планировалось. Планировалось просто в дальнем санузле бак, который будет догревать воду. Ну там, что-то какая-то система была она придумана. Не очень хорошая. Ну, да. В общем, мы ее доработали. Вода, короче, там не текла. Ну, в общем, не знаю, что здесь акрил. Открой тумбочку, покажи. Не хочет показывать. Ну, тут ничего, тут еще такие. Ну, короче, для хозяйственных, для туалетной бумаги там, для мыльно-рыльного. Да. Улыбнитесь, у вас снимается крутая камера. Вот. Ну, светильника еще нет, не придумали, не решили. А, то, что еще не выведен светильник. Да. Не повешен. Ага. Ну, может наверху светильник снять. Красивый. Да, красивый. Ну, что, идем туда в ебак. Пойдем заседим. Вот сушилый электрический. Электрический из-за того, что вот о чем мы говорили. Да. Вот так вот, друзья. Ну, чего, а? Расскажите нам, что это такие за крутые дни? Ну, как крутые дни? Они прикольные. Фирма Юнион. Кстати, я хотел тебя спросить. Фирма Юнион и фирма Циризит. Сколько нам заплатят за рекламу на моем канале? И как мы будем делить доходы? Потому что меня все время упрекают в рекламе. Так, Сашки. Ха-ха-ха, Сашки привет. У нас товарищ там работает, подогнал тебе такой комбез. Давайте так, я вот скажу, примерно комплект дверей стоит 35 тысяч. В данном случае самая такая недорогая модель данной фирмы. То есть за 35 тысяч это считается недорогая дверь? Ну, как мы узнали. Но у нас было где, где там стояли по 116 тысяч за двери. Нам тут установщик сказал, что бывает по миллиону. По миллиону дверь, да? Межкомнатная. Да. Она, наверное, летая броня. Знаешь? Золотом обклеенная. Ну, броня обклеенная золотом, да. Не знаю. Ну, в чем прикольные вот эти двери. Вообще, замки вот новые сейчас пошли. Ну, не знаю, насколько новые для меня новые. Магнитные. Видите, нажимаете, на нее вылезает язычок. Ну, когда... Где железка какая-нибудь? Что-то прямое. Сейчас мне железка. То есть язычка вообще нету получается? Он есть. Но дело в том, что тут он магнитный. И когда вы закрываете, вот он вылезает. Он закрывается. А когда нажимаешь, то он затягивает туда. Не надо голову поднимать. Он просто вот завнешься, все. А, аааа. То есть нету щелчка замка. Ну да. Ну, щелчка, что-то магнит выходит. Но все равно тихий такой щелчок. Вот, если щелчку снимешь. Видно будет. Да, слушай, это красота. Потому что... Нажимается на... Короче, я вот спать обычно ложусь, а у меня жена внизу где-то шарится. Я такую заснул, слышу... Ты толкаешь вот так дверь, она по... Нет, нет. Слышу, как она подходит и открывает. Ты язычок все равно щелкает. Но у меня подешевле язычок и дверь. Понятно. Ну вот это, да, вариант по-другому. Потому что мы сталкивались там в другой фирме, ставили другие штучки. Они побольше были. Ну, в общем, даже магнитом вышли из строя. Да. Ну, уже так, через раз работает, как-то непонятно. Петли вот скрытые. Понравилось? Ага. Ну, вообще, как бы вот, скажем так, продумано все. Здесь идут доборы, которые не надо подгонять четко. На них наличники защелкиваются. И с этой стороны, и с этой стороны. Ну, вот как-то... Это все можно как бы набрать в комплекте. Да, не надо там четко резать, подбирать там все. Вот это очень удобно, конечно. Все сразу уже на производстве. Усы не надо зарезать. Да, смотри, хорошо. Потом уже идут зарезы. Уже здесь не пылят они, как вот двери простых. Тебе, как специалисту, который устанавливал эти двери, очень понравилось. Я не устанавливал. Не ты устанавливал? Нет, фирму устанавливал. Так, слушай, так вот послушаешь тебя. Вы тут вообще ничего не делали. Окна, эти окна устанавливали, окончики, двери, дверники. Мы такой, это, рекламируем. Церезит. Кухню, кухню. Кстати, церезита мы не пользуемся. Да? Ну, затирка такая. Ну, понятно, что у вас тут все. Ну, потому что нам больше витамин нравится. Витамин у вас больше, да? То есть, витамин вам заплатил больше за рекламу на моем канале? Не знаю. Короче, пошли внутрь, хватит уже тут болтать. Ну, тут у нас, да, бардачок, поэтому заходим. Нехорошо, конечно, могли бы подготовиться к моему приезду. Так, встань камеру. Мобильному вечеру куда надо девать. Да понятно. Ух ты! Тут еще турничок-с! Ух ты!